Ну что, что ж, дорогие друзья, да, сегодня, дай покажу, дай сюда, дай, ребята, сегодня очень веселое, очень веселое болтовневое движение, смотрите, что и пьет Юлия, времена пепси прошли, ушли навсегда, вновь она взялась за старое, никак я эту привычку не изгоню, вот с курением борюсь, борюсь, а вот с этим вот опять пива, все дела, как там покемон, как там, как там, расскажи, какой-то там покемон, курящий, какой-то курящий там, да, особый покемон там, ну вот, один из зрителей назвал, Юля, это самый мой любимый коммент, курящий, какой же там покемон, ну еще, вот, в общем, так, сегодня говорю я, вот, всегда себя хотела попробовать в роли журналисты, и вот у меня сейчас есть такая возможность, да, вот, но, как бы, у знаменитых его не получится взять с интервью, поэтому возьмем обычного блогера, Василия. Не надо меня называть блогера, ну зачем ты так? Я не блогер, не надо меня называть блогером. Блогер, ты блогер, ты блогер. Блогер, это мерзкие трепачи, которых нету в основании их слов, ровным счетом ничего. Я всегда, всегда рассказываю именно то, что ощущаю и не придумываю ничего нового, вообще, абсолютно, в отличие от этих пустозвонов, которые постоянно несут какую-то ересь и продаются вообще за любые деньги, я не продаюсь. Я оставлю тебя в этом приятном заблуждении, в общем, сегодня мы берем интервью блогера Василия, вот, и первое, что я хочу спросить, да, будучи, да, журналистом, вот. Василий, скажите, пожалуйста, какая у вас любимая машина? Вот ты просто, нет, подожди, ты ездишь на, ты скатал много марок, ты уже, в принципе, о машинах ты знаешь все, вот, все, что можно, ты об этом знаешь. Мне хочется знать, какую машину любишь ты, вот, какую ты бы хотел купить себе и на какой бы ты хотел есть и кайфовать. Вот сразу хочется сказать, да, то есть Юля сразу взяла быка за рога, так говорится, да, когда сразу, в середину буквально интервью врываешься, и, конечно, сразу ключевой вопрос, а какая машина вам больше всего нравится, такую машину вы хотели, да? Я начинающий интервьюер, поэтому мне это отвалительно. Да, главное, чем больше наливаешь, тем больше интервьюер. Ну, Пасяц, ты что-то с ним говоришь. Хорошо, окей, Юлячка расстроилась. Да потому что я в субботу позволила себе бутылку пива, все, я алкоголик. Нет, ты не алкоголь, ты моя любимая женщина, ну что ты, ну что ты, баджаржи до сих пор, после баджаржи Юля взялась за это, понимаете, на самом деле мы можем ее простить. После баджаржи все, вот после этого, как в комментах написали, она же реально испугалась. Она реально испугалась и решила страх топить в алкоголе. Баджаржи был очень жесткий, и это действительно мой любимый автомобиль. Баджарж. Он, кстати, знаете, если честно, он себя называет баджаржем, потому что прикольно, потому что, знаете, как будто Джаджа, помните, был мерзкий такой Джаджа Бинкс, был такой мерзкий герой в «Звездных войнах», в переснятой саге, в этом сиквеле был. Помнишь, это Джаджа, лопаухи такой страшный. Я тебя спросила о другом. Ну давай мы это потом, мы сейчас поговорим сначала про общую фразу. Интервьюер, а почему ты строишь беседу, я не понимаю? Ну потому что я к этому привык, ты ведешь, я веду, вот смотри, у меня руль, я могу ввести, ну, с бравом. А, я же не сяну. Ты уже, я думаю, лиманул и пошел, да. Я сейчас в другое место, да, я бы не за руль. Не стоит, да. Короче, нет, интервьюер я, поэтому я хочу, чтобы ты сейчас меня слушал и отвечал только на те вопросы, которые я тебе задаю. Про баджаржи мы потом поговорим. Хорошо, задавай первый вопрос, давай свяжи память. Вот ты катаешься на разных марках автомобиля, ты попробовал уже, по-моему, все, что можно и не можно. Но что-то не можно. Я многие автомобили не пробовал. Например, да, скажем сразу, BMW, да, не было BMW ни разу. А знаете почему дорогие? Потому что мало подписчиков, вот так вот. Они говорят, что мало, ребят, мы не дадим вам на тест BMW, поэтому давайте подписывайтесь активненько. Да, да, и будет BMW. И будет BMW, и будет что угодно. Порше, ждем Порше, мы все очень ждем Порше, потому что, если честно, я вот всю жизнь, да, читал, опять же, эти дурацкие издания автомобильные, где, опять же, да, рассказывают о всякой, ну, совершенно необоснованной ерунде, но своими словами. Берет журналист такой, весь они все чванливые, все такие горделивые, проездили там на трех машинах и уже считают, что они знают все. А, здесь муж журналисты, во-первых, проплаченные, во-вторых, они... Дело не в этом, да, что сразу же зазнайство это идет, да, и вот зрители, зрители, кстати, не забудьте мне сказать, когда я сам на звезду поймаю, вы мне об этом обязательно напишите. Прямо сразу, и я сразу пойму, что все, я стал как они, мерзкие, продажные, совершенно безмозглые. Первый матч. Хорошо, будешь в первом матче мурить, вот, на самом деле Юля вот хочет побеседовать с нами, со всеми, ну, в том числе со мной, именно поэтому она с нами здесь находится сейчас. А, да, именно поэтому? Да, именно поэтому. Вообще-то мы, именно поэтому я здесь нахожусь, потому что мы сегодня были на тест-драйве нового Фиата. Да, покажи, вот я вот, Юля уже нарисовала вот здесь вот этот специальный, как называется, да. А, у меня такой есть, вот, вот он. Да, вот, смотрите, здесь видно, у нас тут, кстати, стеклянная крыша, поэтому все видно. Вот, это Fiat Fullback был, сразу скажем, и это не любимая машина, и, вероятно, она может быть таковой. Да, мы разговариваем с тобой сейчас о чем? Я задала вопрос, ты проездил на большинстве, хорошо, машин, и я хочу услышать, какая марка и какая модель авто тебе нравится больше всего? Какую бы ты хотел приобрести, вот сейчас, дай тебе денег, сколько угодно, и ты бы, что бы ты себе сейчас купил, вот, машина твоей мечты, скажем так, да? Какая она? Ну, на самом деле, тут же можно сразу сказать, что, да, вот, мы едем на машине, которая, по сути, олицетворяет ту самую мечту, которая могла быть. Да, ну, вот, оказалась машина настолько удачная, вот этот Opel, да, что Юля сама на него села и офигела, вот, тоже она ездит на всем, что езжу ее, да, что испытываю я. Юля тоже на этом ездит, но единственное, что на Баджаджа она реально сказала, я только на пассажирском. Я даже расплакалась, ребят, видео этого не было, а я расплакалась. Да, потом случилась печаль, да, и я не знал, как успокоить свою любимую женщину, что сделать, какие применить, ну, приемы, чтобы восстановить. Потому что на Баджаджа надо было еще достаточно долго ехать домой, это было действительно серьезно, я уже думал, на крышу может привязать, там, ветерком, подумать, что на кабриаре, путешествовать на кабриарете или, там, на яхте. И слезы омывают мне машины, да, ну, ладно. Да, на самом деле, вот эта машина, она до сих пор здесь, и я думаю, достаточно долго, ну, если Юля будет с ней достаточно хорошо обращаться. Машина за меня отомстила Баджаджу. Ну, этого никто не знает. Ну, теперь, ну, и никто так и не знал, как они не знают, да? Да, машина отомстила Баджаджу, действительно. Об этом никто не знает, даже я. Вот, ладно. На самом деле, фишка в том, что Opel действительно очень хорош, и для своего класса, да, почему он был куплен, это полноприводный универсал, и это то, что нужно, да, именно Европа вот этим прагматизмом предлагает всем именно классический кузов автомобилей, из которых самым главным является универсал. Вовсе не седан, седан это признак чего-то, да, вот, ты хочешь кататься лучше, чем ты есть. Вот это седан, да, потому что якобы представительский, якобы что-то и все, но самый оптимальный, безусловный, кузов, это именно универсал, и вот такая вот машина мечты. И с отвратительной обзорностью. Слушай, ну нет, я, насколько знаю, все-таки машина мечты у тебя немножко другая. То есть Opel это там вообще такая... Она не может, ну вот, знаешь, вот... Я даже куда-то, посмотри, договорить, пожалуйста. Ну почему, мне хочется себя перебить, потому что у меня столько мыслей, мне хочется их тут же рассказать по одной простой причине, потому что я очень, мне плохая память, у меня очень плохая память. Скажите, у меня три секунды, и все, я пипец. В общем, как Дори, ты говорил о другой машине, когда-то давно, когда я тебя спрашивала, и Opel это та машина, которая тебя устроила во всем, при покупке. Но это не машина твоей мечты. Я сейчас спрашиваю тебя о том, будет у тебя много денег, да, какую бы эту машину сейчас я купила, потому что Opel как бы мой, вот. Вы это видели, да, еще я вы это слышали. Поэтому выбери себе другую машину. Нет, ну просто реально. Ладно, на самом деле, уж не знаю, что Юля хочет прям так узнать, что мне хочется, потому что как ты можешь размышлять о том, что ты не пробовал, да. Мне очень хочется Porsche, с малых лет я мечтал об этом автомобиле, но, если честно, даже нет возможности продолжить беседу, нет реальных каких-то слов, чтобы описать Porsche, на самом деле. Ну какой Porsche ты хочешь? Ну 911, конечно, не Cayenne же никакой. 911 классический, заднемоторный двигатель. Баджаж, кстати, очень похож на него, у него тоже двигатель сзади у Баджажа, ты знаешь об этом? Да, мне не важно, где Баджажа. Вообще отличная машина. Ну хорошо. Это даже не машина, кстати. Это аксессуар, это аксессуар, брелок, брелок. Вот моя любимая машина, я все время показываю Юлю, видите, Skalade едет, я все время показываю Юлию, я говорю, у меня такая машина была. Кстати, скоро будет тест Escalade, да, новый, новый Escalade, скоро будет новый Escalade у нас на тесте, и мы все, да, да. Ну, его Михаил берет, я у него свист на пару дней поездил. Ну, и ты хотел тот 911, да, а почему, почему именно его? Ну, потому что, вот ты, например, что ты знаешь про 911? Ничего вообще не знаешь. Вот для тебя это ничего, просто набор индекса, да, 911. Для меня это форшо и 911. Но если скажешь 911, ты поймешь, что это речь? Если... Но вот ты, когда слышишь 911 сочетание, у тебя сразу в голове только помощь, да, никакая машина. Да, ассоциация именно службы спасения. Да, у меня ассоциация совсем другая, это не служба спасения, это автомобиль, известный спортивный автомобиль, с удивительным расположением двигателя сзади, и который очень круто управляется, круто едет. Вообще он классный, крутой, и это легенда, да, это вот типичная легенда. Среди внедорожников это... Он же скоро упускается, если он... Ну, они же обновляют их все время. Среди внедорожников это тот же... Выползает рейнджер-ровер, он выползает. Да ладно, ну есть, мы еще всего не видели, надо просто показывать, я тебе покажу обязательно. Вот. 9-1-1-1 очень хороша, и... Ну, легенда, да, вот среди внедорожников это то же самое, там, Land Rover Defender, Гелендваген, да, вот такие легендарные названия. То же самое Porsche в мире спортавтомобилей, да, в мире лакшери, условно. Окей, смотри, а еще у меня такой вопрос к тебе. Вот, брать, если вообще все характеристики для автомобиля, да, какая из них одна, только одна, для тебя самое важное? Сейчас экономичность. Нет, нет, давай мы не будем... Поэтому это так классно. Баджаж мне очень понравился, ребят. А он расходует... Все, я прекращаю. Я не хочу, я твои мутер... Литр, литр, литр... Баджаж расходует литр на 36 километров. Это очень мало. Вот мы сейчас на Апеле едем, бензин просто летит, просто летит в тропу. И мы заплатили, поэтому он так говорит, ля-ля-ля-ля-ля. Что он, кто, Баджаж мне заплатил? Да, Баджаж тебе. Да я сам за него заплачу, потому что в него въехали в задницу, там, Баджаж... Ой, не в задницу, в передницу. В передницу. В передницу в Баджаж въехали и... Слушай, давай, нет, скажи мне, какой вот... Ну, давай не уберем экономичность, а вот именно какой... Какой критерий автомобиля, характеристика, я не знаю, как назвать, вот... Что для тебя важно в автомобиле? Вот только одно. Что, вот... Больше ничего не берем, да? Так, вот самое важное в автомобиле, именно характеристика... Динамика, динамика. Неуправляемость даже, а именно динамика, потому что... Что такое? Это скорость разгона, скорость... Ну, там есть несколько видов динамики, да, это я специально вообще назвал, чтобы, знаете, вот черта переубедить, да, то есть... Говоришь, как можно шире, чтобы, ну, попасть уж точно, да? Динамика, да, разгонная динамика, да, как машина ускоряется. Динамика торможения, да, как она тормозит. То есть тебе важно именно получать какие-то определенные ощущения? Ну, быстро. Ну, зачем нужны вообще автомобили, да? Есть несколько категорий людей. Вот ты, например, ездишь на автомобиле... Ну, тебе тоже нравится, кстати, ездить на автомобиле, правильно? В смысле, нравится? Ну, просто ездить, нравится тебе рулить куда-нибудь? Ну, на определенных только автомобилях, и не на всех. Ну, понятно. Ну, вот на Opel тебе нравится, просто ездишь тупо, вот такая точка. Я просто вообще... Да, вот так вот. Вот удивительно, ребята, машина у Юлия возбуждение наступает не от слова Porsche, а от слова Opel. Вот, знаете, вот такая вот. Знаете, на свадьбе были недавно, тоже, короче, приехали на этом... Даже приехали туда на лексус, это неважно. Но да, жених такой, в общем, что-то куда-то отошел с нами, а невеста у нее прохлаждалась сбоку. У нее второе место? Вы искали, да, искали они для позиции точку. И, в общем, муж отошел к нам что-то обсудить, и про машину речь зашла. Покажу, она там прихорашила, что-то смотрела. И когда мы узнали, что он хочет, а он хочет вот эту машину, на которую мы сейчас едем, ну, кантри-тур он хочет купить, потому что у самого там Opel Astra GTC, он хочет, соответственно, вот такой вот универсал, красивый, большой, мощный. Ближе к теме? Да, и вот зашла об этом речь, и там жена уже зовет, давай, иди сюда, там, милый. Катографа зовут, да, он стоит и спрашивает. И спрашивает про то, а вот что там у нее там? Ну, даже не знаю, что, неважно. Ну, то есть, вот про этот кантри-тур, он прям вцепился вот в эту речь. Свадьба абсолютно. Да, свадьба не нужна вообще. Машина, вот что важно для мужчин. Ну, это вообще мужицкая тема, если честно, автомобили любители, это статус, это удовольствие, ну, у каждого свое, например, для меня это удовольствие, поэтому я сказал динамика, потому что именно быстрое перемещение из точки А в точку Б это приносит удовольствие. Нет, ну, конечно. Именно поэтому я этим как бы занимаюсь. На педаль газа она просто рвет, это действительно приятно. И вот ощущения такие, как не то, что американские горки, да, вот такое замирание сердца некоторое, это действительно здорово. И то, это я поняла, когда только... Когда мы начали с тобой кататься, скажем так. До этого я очень боялась ходить. Да, ты даже когда начинал ездить, ты очень боялась разгоняться. Тебе 80 км час казалось это все. А сейчас для меня это 80 км час, откройте, я и выйду. Прямо сейчас. Ну, кроме Баджаджа. Ну, кроме Баджаджа, да, потому что там уже было 70, как будто 370, мне кажется. Реально, реально 370. Знаешь, я не знаю, Баджаджа, это для меня, это кабина для самоубийц. Вот, если помните такой мультфильм Футурама, наверняка, ну, люди смотрят, да, знают, Симпсон, Футурама, это один и тот же производитель мультика, и у них там была машина для самоубийства. Вот, заходишь, выбираешь себе режим, как ты хочешь убийцам. Вот, если честно, вот этот Баджадж конкретно прям вот передает все. Вот это, вот. И реально располагают к этому. То есть, кстати, что не знаешь, это убийство, убийство на автомобиле, да? Сейчас я смертник, и дай бог, чтобы я просто доехал до нужного местного значения. Вот это мои ощущения. Ну, удивительно. Поэтому у меня была паника, истерика и того подобного. Тебе, когда ты разгонялся до такой скорости, что-то... Ну, там 70, но это вообще-то... Там 70 предел, но Вася ее на 70 перевернуть легко. Да ее можно даже на 50, на 40 перевернуть. Она прям встает на два колеса сразу. Да это вообще пиздец. Очень, очень страшно, небезопасно. Хотя в шоку въедут, или вперед где въедут. Ну, все, ханал, фольга. В другой машине вообще ничего не будет, вы не поверите ли, ничего не будет. Но у тебя... Фольга. 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 Так, следующий вопрос. Какой же следующий вопрос? Следующий вопрос я хочу задать тебе такой. Сложно было ли тебе принять решение заняться автомобилями? То есть, до этого, да, как знаю я, но не знают, наверное, твои подписчики, зрители, люди, которые тебя смотрят, друзья, ты был юристом, да? Довольно-таки успешно. Ну, не был я, не был я успешным, скажем так, да, то, что вы смотрите в сериалах. Какой там твой любимый сериал? Форс-мажоры, да, там... Нет, ну, только у вас... Опять же, там тоже... Нет, там тоже самое. Если человек до конца не говорит, юрист не может выиграть процесс, если все знает не до конца. Вот этому и есть там проблема. Ну, не суть. Ты был хорошим юристом... Я, скажем так, да, я это дело замежал. Давай не будем применяться. Ты был хорошим юристом, Пась. Я знаю, что ты хороший юрист. Все. Вот. Закончили. И... Как ты принимал это решение? Сложно было ли тебе принять решение вот перейти из одной сферы в абсолютно другую? Где-то не знал. Какое будущее будет? Будет ли оно вообще разобито? Да я до сих пор даже... Я даже до сих пор не знаю, будет ли это будущее. И все время, когда меня приглашали вернуться в офис, я думаю, какой же я дурак, что отказываюсь. Наверное, можно сказать так. Вот. Нет, это не так. Я что, я тебя поддерживаю всеми с вами. Да, это понятно. Золото-то мое. Фишка в том, что тут надо смотреть на развивающуюся, как бы, динамику этого процесса. Вот сейчас ходил на автосалон, да, и получил... О, тут пробка-то какая. Ё-моё. Ну, ходил на автосалон. Ходил на автосалон, да, получил там... 500 человек подписчиков, грубо говоря, плюс, просто потому, что прошелся с камерой, да, по автосалону, и рассказал, что да как. Так, и таких вот людей, которые могут с камеры пройтись по автосалону, их же полно. Вот интернет ими забит, грубо говоря. И вот ты говоришь про будущее, трудно ли было принять решение, да. Очевидно, когда рынок полнится уже другими людьми, да, которые тем же самым занимаются, а дело, как вы поняли, это достаточно простое. Вот Юля, вот Юля, да, мы сейчас у Юлии сейчас как раз вот и спросим, да. Фишка в том, что многие берут камеру и вешают ее, грубо говоря, на определенные части тела. Ну, кто-то снимает так, кто-то так. Это дело простое, извините, я тебя перебью. Это очень простое дело. Это дело простое тогда, когда ты заранее прописываешь свои диалоги. Вот тогда это простое. Ты взял машину, почитал о ней в интернете, Википедии, офигедель, что угодно вообще, да. А потом ты это все дело скомпоновал, понял, о чем тебе надо рассказать, сам посмотрел машину и выкладываешь. Но ты-то не делаешь так, у тебя все живое. То есть вот ты взял машину и пошел рассказать. Ну, как сейчас мы с тобой общаемся. Да, это понятно. Да, у тебя режим общения. Вот. И вот в этом фишка. Это тяжело. Но я сейчас, мы ради прикола пробовали записать обзор. Сейчас на самом деле интимнее то же самое. Я сидела за рулем и пыталась при управлении автомобиля разговаривать о ее каких-то особенностях, там на недостатке и тому подобное. У меня это не получалось. Потому что это сложно. Ты следишь за дорогой, ты следишь за тем, что ты говоришь, и при том ты еще пытаешься мыслить. И эти мысли так отстают, потому что у тебя внимание полностью в этой дороге. Ну, это сложно. Это сложно подобрать слова. Подобрать, не повторяться. Чтобы слова, чтобы это было интересно, донести до зрителя так, чтобы это было интересно. Понимаешь? Ну, вот сейчас, например, можно провести перепись в комментах, кто, например, досмотрел до этого момента. Сколько человек смогло осилить нашу беседу до этого момента определенного. Потому что в целом, очевидно, мы не сказали ничего ровного разума такого, чтобы заставило зрителя увлеченно слушать. Ну, так ведь, да? Мы не открыли какие-то новые секреты, не открыли новых тайн. А мы не собираемся просто рассказываем, описываем, да? Причем, как бы, совершенно хаотично, да, хаотично. Будешь ли с этим? Начал с автомобиля, который мне, ну, который мне хочется, да, что-то, я, кстати, я тут сам уже, память о рыбке, что называется, да? То есть, какое я хочу, закончил. А потом, неожиданно, неожиданно, почему-то мы переметнулись к тому, какова была моя судьба, почему я пришел. Я могу себе спросить, у тебя все что угодно. Ну, я вообще имею право на все. Я сейчас журналист. Журналист. Вот. Ты блогер, я журналист. Не надо меня так называть. Пожалуйста. Интернет меня трясет слово блогер. Хотя сейчас блогеры уже сжирают журналистов. И многие условные журналисты, например, есть такая Мария Мельникова, да, пишет она, вот одна фамилица. Пишет она про автоспорт, как правило, там, берет самые дорогие тачки, делает пару фоточек, описывает их и, о боже мой, якобы это очень круто среди производителей. Я не знаю, когда это закончится, если честно. Когда вот, а? Что? Я не слышал. Ну, слава богу. Да, ну, смотрите, услышали, что-то, что-то. Нет, я думаю, что нет. А, вот. И вот это вот, да, то есть, вот эта ситуация, когда журналисты условные там начинают там что-то вещать, даже не создавая контент достаточно сложный вот такой, да, мультимедийный. Опять, я только что говорю о том, что это легко, но на самом деле эти журналисты, они не могут говорить. Они могут только трещать своих вот этих вот, сидят за столом и что-то там придумывают, какие-то словеса. Вот капли стекали по лобовому стеклу, словно течет там роса в июньскую зарю. Ну, условно, да? То есть, вот такие вот обороты какие-то, якобы они там писатели крутые. На самом деле, всего лишь это, да, словоблудие, не больше чего. Я с большим презрением отношусь к данному виду личностей. Это не секрет. Я всячески их троллю в соцсетях, потому что регулярно бывает... Да потому что правда они до зрителей не доносят. Ну, у них своя задача. Им платят, во-первых, разные люди, да. Причем, ну, естественно, у них есть редактор. Чем блогеры отличаются от... Вот ты говоришь, блогеры-блогеры. Чем блогеры отличаются от журналистов? Басечка, я говорю блогер только из-за того, что это тебя бейте. Ну, спасибо. Но, тем не менее, для большинства я считаюсь блогером. Человек, который пишет... Кто такой блогер? Это человек, который высказывает свое мнение на различных площадках, которые ему не принадлежат. Ну, либо стендалон-блог, то есть это ежедневный, как дневник, да, то есть ежедневные или еженедельные, то есть периодичные высказывания о чем-либо в окружающем мире, да, без начальства. То есть у блогера начальника быть не должно. Если у блогера есть начальник, это уже не блогер. Это там кто угодно, там, пиарщик, экономист, там, я не знаю, вот в опере как ускоряются, да, вообще просто космос. Так что... Потрясающий пиарщик. Да, ну вот. Вот. Да, и тут вот можно бесконечную тему эту муссолить, да, муссолить. Потому что меня она раздражает, поэтому я не могу. журналистов в покое и пусть они живут спокойно и сейчас у них не горят ни уши, ни щеки. Вот. И продолжим дальнейший вопрос, который я еще не придумала. А, вот оно. Кончилось, кончилось, кончился слов. Не кончилось. Словерства. Кстати, между прочим, я, кстати, даже не ответил на твой вопрос, между прочим. Я вот, знаете, как вот наши властные ребята, да, вопрос был совершенно, ну, зачем ты стал заниматься этими автомобилями, даже не журналистикой, а вот этим блогерством, там, ездой, рассказом про то, как все это происходило. Причина очень простая, мне это нравится. Мне это нравится, мне было совсем не страшно, потому что некоторое время я работал, потом работа меня покинула вследствие определенных неприятных кризисов явлений нашей стране, и вот стал я заниматься вот таким вот делом, да, попутно подрабатывая там где-то юристом-неюристом, снимая с вертушки видео и перебиваясь с молока на хлеб, с хлеба на воду, ну, по-разному бывает, и сейчас вот пытаюсь постепенно вырасти в что-то такое более-менее известное, но со своим, скажем так, условным характером, потому что если у тебя не будет характера, если ты будешь продаваться супротектором, супротектором, супротектором всяким и прочим производителем, который без репутации, это для тебя чревато и можно смело кидать, смело, ну, смотрят, смотрят, все равно смотрят, понимаешь, потому что, ну, привыкли, вот и смотрят, то есть, в этом теме есть, конечно, определенное определенное зерно, но вот, охрененный обзор на всего опеля, ни хрена не видно вообще, что там происходит, я нормально езжу, вот, да ладно, с вами как-то видишь, вот, ну, так вот, хорошо, ладно, оставим это за скобками, договорились, ты вопрос придумала? да, вопрос я придумала, следующее, что ты хочешь, ну, ты в принципе уже сказал, что ты хочешь добиться, вот, я не говорил, что хочу добиться, мы говорили про автомобиль, который был, и я его хочу добиться, зачем мне его добиваться, в принципе, это же, ты не умеешь слушать, хорошо, давай, слушаю, твое главное качество, что я не умею слушать, когда ты ведешь, да, когда ты ведешь свой репортаж, ты уже настолько привык быть главным, что ты не можешь дать другому человеку, нет, пожалуйста, высказывайся хотя конечно нет давайте расскажу я хорошо слушаем эти формулирую вопрос здравствуйте помимо того то что например у тебя возникает ну что что какие сложности скажи но не все машины можно взять опять же по той причине что мы уже говорили да чтобы тебя взрывали всерьез у тебя должна быть большая аудитория или связи связи ну сми это одно из свойств есть кроме сми еще например так называемый тнс что такое тнс это это условная компания которая считает посещаемость да то есть производители они же держат пресс-парк который они дают разным личностям да им нужно выгодно чтобы этот пресс-парк продавался почему журналисты не говорят правды по той простой причине что если скажут правду для них пресс-парк закроется вот и я задаю я я ну вот и вот юля например да почему я беру юлию с собой часто да потому что она часто лепит то что да она лепит то что она считает да то есть я я могу сказать конечно что машина да да но на этом моя деятельность закончится на что нужно на что на что нужно обратить внимание то есть обращается внимание значит нужно вот эта особенность она ну вызывает некоторые вопросы разной степени да то есть бывают придирки да то есть ну тебе лично что-то неудобно то что я высокий да при в некоторых автомобилях ну ford например реально сзади тесно там по всему модельному ряду с этим беда я в этом прямо говорю ну если физически не влазишь что-то можешь сказать но где например там регулировка да то есть например находится там где ты не видишь зачем вот делать за ревом колесо например некоторые кнопки да вы же их не видите есть эти спрятаны только подсветка этой дисплея и кнопка ну зачем смотреть ну вот а многих автомобилях просто здесь все закидают ты говоришь ну вот здесь вот как-то так сказать и кто-то кто-то скажет да эта машина говно потому что здесь там что-то скрипит например да вот так потрогает вот мы сейчас ехали кстати в опеле у нас что-то скрипела мне кажется нет но если чаши трогать вот так вот давайте послушай машина скрипит да скажет обивка скрипучая как можно так делать а все уже в слюнях этот кто там вещает там или пишет боже мой но ты есть машина не издает звуков никаких она совершенно тихо дал нет нет ничего там этого скрипящего но если чаши взаимодействовать каким-то образом начинаются да естественно что-то будет но есть целая каста людей которые вот именно так и тестируют да они что-то дают и пытаются получить какой-то результат да ну вот поэтому ну вот опять же но ты какие-то вот вопросы да получается естественно молчишь не то что молчишь ты об этом говоришь но говоришь об этом такими намеками ребят полтонавит да обратить внимание понятное дело и мне интересно знаешь что понимают ли тебя в этот момент зрители потому что как бы намеки не бывают такие ну наверно наверно я думаю что понимаю что на это именно стоит обратить внимание может сейчас откроем для них реально такую типа тайну то что ребята когда говорят о том что вот тут вот как но может вот значит на это надо обращать внимание именно вот на дело в том что тут то что палка двух концах а я во первых хотел бы спросить зрители кто-нибудь до этого вообще досмотрел момента сколько уже 30 минут вещаем 40 сок чек досмотрел от отметьтесь в комментариях сколько человек досмотрел до этого момента как ты думаешь вообще не знаю я не знаю я не знаю кто посмотрит не поспорит почему вот это вообще да почему-то для вас снимает но вы даже об этом человеке ничего не знаете вы не знаете насколько он там правдив или еще что-то это например комментариях очень часто пишет то что продался продался бельюлю в этих видов потому что она говорит правду но это все не так и поэтому вот этим всем начинается просто с автомобиля я хотела чтобы вы услышали вот именно мы дошли именно главная часть этого интервью как раз таки вася и твой автомобиль который ты мне сказал вначале да и вот и сразу на главную тему пришла а именно тот момент когда ты говоришь что а вот на самом деле это версия да сразу еще опять тебя перебью мое любимое занятие перебивать простите меня зрители простите меня юлия но здесь нельзя не сказать что мы этот вариант снимаем интервью это третий четвертый раз мы снимаем вот с этими ответами на вопросами и я все время их откладываю я все время эти откладываю нет этот вопрос с тем вот так все время у меня вопрос с время ты пытаешься вот 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 волей-неволей вот туда вот главный вопрос может каждый раз снимать и вот одно и то же у нас время будет то что это очень важно я не знаю почему для тебя это так важно вопрос скажи а потому что ты не выкладываешь в итоге ты этого не выкладываешь тушевые и все и рубили в итоге мы эти видео закрывали и все и даже не показывали я хочу чтобы зритель твой знал что он должен знать золото моё что я говорю правду что вот этих вот вопросов в комментариях да не возникало что тебя там купили что-то там они все равно будут возникать потому что есть люди которые это видео не посмотрят если только перешли по ссылке есть те кто смотрит автомобиль исключительно для того чтобы его купить и больше никогда не посмотрят этот канал более того да то есть я не делаю шоу из автомобиля по большому счету да то есть но потому что шоу лучше смотрят вот зрителям интересно выходит шоу ты допустим берешь поджигаешь автомобиль и едешься на горевшем автомобиле куда-то там в реку его бросаешь это шоу да это сам же не будешь так делать поджигать кидать машину в речь но многие скажут аля шоу которые там устраивают топ-гар топ-гар но это немножко другое такое у нас в россии не вызвали почему вы делают но люди делают вот например не знаешь других блогеров а я знаю и многие зрители тоже знают они вот все время пишут если смотрел коммент больше больше жогов нет больше жогов увидел коммент дам крат дам крат за этом катаются на колесиках что я это услышала только недавно я с ним уже езжу несколько дней если бы я такого слышала у меня паником накрылся я позвоню вас я да что то там пошло не так ну вот и шоу оно всегда смотрибельно больше чем вот такие вот в принципе шаблонные тест-драйвы да потому что у нас всегда тест-драйв они вынуждены быть шаблонными и причина того что они шаблоны чтобы человек мог сравнить автомобили если мы будем каждый раз говорить не здравствуйте зрителя привет там друзья или наоборот там рад вас всех видеть то все равно ты вернешься к тем самым автомобилем у нас автомобиль есть определенной части которая нужно осветить это не может не осветить то что есть их не скажет все будет трепня трепня просто можно доставить даже на машине не кататься чтобы про них что-то наговорить согласись а что пресс-релиз можно почитать мы сегодня ездили на этом все ездили на фулбеке да и там просто говоришь ла 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 и все да то что тебе говорит инструктор то что ему уже кстати самим же им и вдолоблено от самого производителя что они должны говорить и они по листочку тебе об этом говорят а понять это настолько легко потому что мы с Васей получилось так то что он проехался со мной когда я была за рулем на тест-драйве он сидел на заднем сиденье и когда Вася уже тоже водил я сидел тоже на заднем сиденье и реплики реально у них одни и те же да какие-то там есть мелкие исключения но им даже расскажу вот у вас машина даже примеру сказать это вот условности потеря есть проследить даже меня даже мне на почту пришел пресс-лист фиата вот с тем самыми словами ну чё ты скажешь да ничего не знаешь что ты будешь об этом говорить да конечно ты рассказываешь описываешь автомобиль своими словами да ты расскажешь что-то ощущаешь в чем дело что в реальном времени да без заготовок без ничего поэтому добывать б мы бывали кита рассказывали или чё ты не не упоминаешь но то что ты этого не вырезаешь получается живая беседа и это здорово это здорово потому что тут какая твоя ошибка не ошибка все что ты сказал всё ты всё сказал не вырезал ничего такого да там да это здорово да нет это действительно здорово надеюсь что зрителям тоже это нравится поэтому да зрителям это нравится там посмотрим ничего как вот поэтому Василий спасибо вам за интервью с вами было очень приятно побеседовать с вами была я Юлия Ивановна, которая рассказывает тоже про автомобили ты не рассказывай про автомобили ты знаешь, как паразит присосалась? да, машина отобрала машина отобрала, такая, и все и заступить вот спасибо за внимание, кто досмотрел, кто не досмотрел неважно, в общем, это было сделано просто для вас, чтобы вы услышали, как это чтобы вы просто включили и послушали разговор двух двух людей, которые любят автомобиль, вот этот вот автомобиль конкретный даже не все, а этот автомобиль да, да, скоро опять, понимаешь ладно, Юля, прощаюсь с зрителями, я тоже прощаюсь пока, пишите о том, что вы хотите видеть, до новых встреч